Итак, ребята, всем привет! В общем, выехали мы сегодня на Копе. Вы не удивляйтесь, у нас с экрана не только все нормально, но просто у нас сегодня еще совсем-совсем лучше. Два часа мы встали, выехали и мы приехали, уже время 4, а сегодня у нас сегодня будет ходить по верхам, шибать царей. Позвал меня на совместный Копа Кирилл и предложил погулять в одном местечке, и думаю, что у нас сегодня будут находки зачетные. Снимать буду при помощи фонаря, заодно сегодня фонарь испытаю в деле, который сейчас меня освещает. Так что, я думаю, сюжет есть, находки будут. Итак, ребята, под свет фонаря, возможно, у меня первая монетка. Вот она, вот такая. Смотрим, что это за монета. Эх, блин! А так было похоже на монету. Обидно, досадно, но ладно. Идем дальше. Такое второе уже кольцо. Итак, ребят, первая находка. Здесь у нас был фундамент. И выпала первая царская монета. Это у нас двушка. Сохран пока сказать не могу. Но это двушка такая, знаете, изумрудная патина такая. Две копейки николаевского образца. Вот такой вот монетоз. Вот здесь вот как раз был фундамент. Если кто-то внимательный, он в мои уроки смотрел, как ходить на поле. И вот видите, вот те самые маленькие камушки, мелкие встречаются. Стекло, керамика битое, все здесь. В общем, здесь вот эпицентр был непосредственно дома. Вон там он ходит у нас Кирилл в темноте. Скоро уже рассвет. Так что сейчас идем к машине. И подумаем, а что. Потому что что-то не особо здесь у нас получается. У Кирилла одна монета советская, двушка там 26. И у меня двушка царская. И на этом пока все. Ладно, идем, смотрим. Итак, у нас уже рассвет. Скоро солнышко просыпаться будет. А мы еще и не ложились. Вон там, вдали светит фонарик. Это у нас ходит Кирилл. Маячит своим одним глазом. У меня находка, находка монетка. И монетка это у нас советская. Советская такой. Краснотой отдает 30... 38 года. Такая вот монета. Зачетная. Ну ладно, ладно. Хоть и на этом спасибо земляному деду. Может быть, дальше будет получше. Иду я именно по ряду, где были дома. Это я определил по нескольким похожим фундаментам, которые были распаханы. Как я понял, то что там очень много мелкого крошного кирпича. И вы должны знать, что крошный кирпич это означает эпицентр дома, фундамента. И вот так вот они стояли. Хух, ладно. Идем дальше. Ребята, мы здесь не одни ходим. Вон еще один фонарик горит, видите? Так, где он, где он, где он? Вон он. Это не Кирилл. Помимо нас таких ушибленных, кто-то ходит еще. Кирилл ходит вон там, вон. Где у него фонарик-то? Отвернулся, наверное. А, чуметь. Сейчас будем знакомиться. Что за комрад? Ну, судя по всему, там терка пищит. 705-я. Ладно. Продолжаем. Итак, ребята, у нас расцвело. Вон там, вон, комрад идет. Клюшкой махает Аське 250. И у меня сигнальчик. Сигнальчик вот такого вот характера. Это у нас крестик. Не знаю, серебро нет. Хотя сомневаюсь. Проб я как бы не разглядел. Но такие вещи нельзя бросать. Ни в коем случае. Большой грех. Нашел, спас. И будь добр, сохрани. Продолжаем. Итак, ребята, находочка. Находочка, смотрите. Вот так вот отпечаталась. Очень сильно спрессовалась. И это у нас трешка. Ой, а какой сохранчик. Ох, какой. 56-го года. Три копеечки. Бодрый сохран, бодрый. Ни одной язвы нет. Зачетно. Ладно, смотрим еще раз, что у нас выпадет. Смотрим. Итак, ребята, в поисках шурфа залез вот в такую вот яму. И ищу достойную засыпку. И походу я ее нашел. Вот на засыпочку у нас такая хорошая. Вот, был сигнальчик, в принципе. И вот, смотрите, торчит монетка. Монетка. Трешка. 46-го года. Вот такой вот монетоз. Было бы хорошо здесь пошурфить. Засыпчик, как вы видите, очень приятный. Сопутки я, конечно, и не вижу, кроме стекла. Стекло, причем, такой формы. Возможно, это даже и царское. Но очень много кирпича. Очень много кирпича. Лопата хреново лезет. Но все равно. Верховой на фундаменте это хороший признак. Так что, возможно, я сейчас здесь немножко сниму наш тык лопаты и посмотрю на результат. Но, повторюсь, с катушкиной алтарнадо шурфить практически невозможно. Ладно. Жизнь покажет. Итак, ребят, походу я здесь останусь. Смотрите, еще одна монетка находится у нас прямо в камушке. Смотрим, что это за монета. Что? Та-дам! Это у нас советик. 10 копеек. Так, это у нас 10 копеек. Год. 46-й тоже. Как и до этого, трешка. Пойдет, пойдет. Останусь, наверное, сейчас машину сюда пригоню. Походу он горелец, что ли. Не знаю. Сейчас, наверное, сюда приеду и камрада сюда позову. Пошвыряемся. Посмотрим на результат. Итак, ребят, ковырнул. Вот и пошла сопуточка. Так, это у нас резина. Жалко, но ничего. Пошли бутылочки. Царская. Керамика. Тоже советская. Так что... Так, вот. Банка. Баночка. Кости. В общем, вся сопутка, которая мне нравится, она здесь присутствует. Засыпка классная. Единственный недостаток. Очень много красного кирпича. Но если находки идут, почему бы и не побороться с этими недостатками. Верно? Я тоже так думаю. Так что... Сейчас еще один совет. Выкупаю. И точно пойду за машиной. Машины у нас стоят. Вон, далеко. Там и камрад. Копает вдоль берега. Да, мы находимся в полях. В овраге. Здесь небольшой ручей. Итак, пробные копки я сделал там, 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 там. Здесь монеты были. Наверху решил тоже прозвонить. Он позвал камрада Кирилла на этот шурф. И решили здесь зашурфиться. И у меня очередная находка. И это снова советик. Немножко утратил свою былую славу. Три копейки 1940 года. Вот такой вот монетоз. Снова верховой. На пол штука лопаты. Пойдет. Продолжаем. Тут очень странный шурф. Вернее, не шурф, а фундамент. Там я тоже пытался сделать пробный копок. Вот. Засыпки там таковой вообще нету. Вот. Такое ощущение, как будто это просто был погреб. Вот. А здесь вот дальше было примыкание самого дома. Потому что как вам сказать сруб дома был один цельный. Вот. А Да не знаю даже не знаю, как объяснить откуда здесь начинает шурфить. Я такое просто впервые встречаю. Вот. И я думаю вот этот весь холм нужно отбрасывать в сторону. То есть вот это все нужно выкапывать. Вот. Так что вот таким вот образом сейчас, наверное, поступим. Вот это все будем срезать и потом только вниз спускаться. Так что ладно. продолжаем копать. Моросит дождик. Очень сильный ветер. Вот. Большой толстый слой наклеил на микрофон поролона. Не знаю, будет удачно нет. Так что ладно. Посмотрим. Кирилл подходит все ближе и ближе. А у меня очередная монета. И это у нас снова советик. И 20 копеек. Год 43-й. Жалко не 42-й. Ладно. Между прочим, вот монета, вот монета. Все-таки надо, как я вам только что говорил, нужно все это срезать. Так, наверное, сейчас и поступим. Итак, ребята, этот шурф просто добавлен тем, что все монеты выскакивают сами визуально. И вот очередная монета снова выскочила сама без металлоискателя. Это 15 копеек 41-го года. Классно, классно, классно. Монетки сами выскакивают из-под лопаты. Рядом Кирилл зашурфился. Вот, так что будет веселее. Не прошло 5 минут и очередной советик. И снова это у нас 20-ка. 43-й год опять. Вторая монета 20-ка 43-го года. 42-й я бы был самый счастливый. Ладно, продолжаем шупеть. Итак, ребят, внезапно начал лить дождь. И дождь очень хороший. И дабы не скушать судьбу, находимся мы в полях. Здесь земля очень жирная, кое-где даже глина. И Кирилл на легковой и решили свернуться. Закончили свой шурф, дернули немножко советиков. Кирилл тоже нормально дернул, так что решили ехать, ехать. потому что жутко будет, где-нибудь, а здесь крутые подъемы, и мы решили завязать. На этом закончу, к сожалению, время только 11 часов, можно было продолжать, но мы поедем домой. Так что все, всем пока и до следующих встреч. Ребята, благополучно мы выехали с Кириллом. Вот. По находкам быстренько скажу, дождь льет. Это Кирилла классно, три пятачка, два сорок шестых, пятьдесят второй, трешечки тоже. Самая цинусная у него год, получается, двушка двадцать шестого года. Старый герб. У меня получилось по монетам вот так вот. Три трешки, две двадцатки, пятнашка, десятка, двушка. И единственное, что у нас сегодня цинусное было, это царское две копеечки. Год, к сожалению, сказать не могу. Ну так, знаете, на троечку монета тянет. Крестик, конинка. Так что не особо, не особо, но нас дождь вообще здорово прогнал. Ладно, все, продолжаем ехать домой. Продолжение следует... Редактор субтитров